Если при покраске стен мы использовали обыкновенную тряпку, то при изготовлении шпаклевки под кирпич мы использовали обыкновенный салфановый пакет. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Вот сейчас мы занимаемся шпаклевкой стен, имитируя, ну что-то вот такое вот, под кирпич. Хочу вам сказать, друзья мои, извините, что сразу не смогу вам показать сам процесс, потому как обстоятельства такие. Но я вам сейчас по рабоче-крестьянски популярно все объясню. Как говорится, главное и хорошо питаться. Не получается у того, кто не делает ничего. Честно вам скажу, делали это первый раз. Тоже сначала вроде как стеснялся, потом попробовал вот на таком кусочке, вам советую, дабы руку набить или глаз, как у нас говорят на монтаж. Это лишним не будет. Что хочу сказать, как нарезать скотч из вот такого сделать узкий. Дабы вот здесь, вот в этой ситуации, я еще ничего не делал, просто наклеил, сделал поготовку. Ссылочка будет в описании, заходите, там я все популярно рассказала и объясню. Вот это вот вчера, я вот здесь оборвался, закончил, и как видите, вот прошли сутки, и я вот скотч отрываю, вот смотрите, ничего страшного, даже если вы не успеете это сделать. Вот он отрывается, и получается вот такая история. Красить, конечно, каждый по своему усмотрению, потому как сами понимаете, что на вкус и цвет корешей нема. Что хочу сказать, ребята, если при показке стен, мы вам как-то показывали, там ссылочка будет тоже в отписании, заходите. Мы использовали обыкновенную тряпку, здесь же мы используем целлофановый пакет, вот обыкновенный целлофановый пакет. Работаем вот такой вот кельмой, разводим шпаклевочку, ну много разводить не надо, я обычно развожу воды где-то, ну литр воды и 5 шпателей полных вот такого плана шпаклевки. Она не должна быть жидкой, ну и не сильно густой. Много разводить не надо, потому что вы физически будете не успевать. Вот взяли кусок, вот хотя, например, взял кусок, и вот сюда у меня пошло два таких вот замеса. Вот она еще сырая, не вытасла. Первоначально нанесена была шпаклевка. Если здесь вот покраску, вот тут мы тоже пробовали красный, допустим, мы создавали фон, то в этом случае особых навыков не надо, сделает это любой и каждый. Просто берем и сверху вот этого всего хозяйства скотчноклейный начинаем хаотично вот так наносить соль. Ну не толстый, где-то миллиметр-полтора. Затем, когда вот это все дело нанесли шпаклевочку, проходит ну минут десять. Если вдвоем будете делать, то еще веселее. Можно практически идти и сразу, если ваш помощник будет вам рядом. И вот таким вот образом, пакетом, начинаем делать вот такие вот ляпухи. Вот видите, они получаются. Вот просто пакетом. И они сюда будут торчать. Затем выждав полчаса, ну все зависит от температуры окружающей среды. Если естественно, что будет теплее, она будет высыхать быстрее. Затем берем кельму, то же самое. Она должна быть сухая, ни в коем случае не мокрая. И хорошо вытертать. И слегка прижимаем. Слегка-слегка. В хаотичном порядке. Так, так, так. Начинаем вот эти вот шишечки, которые тут будут торчать, заглаживать. И получается вот такая вот песня. Подойди сюда, вот тут лучше видно. Вот опять же, тут еще не высохла. Вот получается, вот такая вот история. Так что, ребят, дерзайте. Если кому-то что-то подсказал, буду очень рад. Всего доброго вам, до встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok